Ум Я хотел бы поговорить про ум, ведь мы знаем, что в нашей жизни он подобен рулю. Ум обусловлен, и его так легко слушать, несмотря на то, что он говорит о таких вещах, которые нам не следует делать. И в конечном итоге мы знаем, что если будем их делать, станем несчастными. Посмотрите на ум. Он очень интересный. Мы совершаем что-то, не приносящее нам счастья, а затем делаем то же самое вновь, думая, в этот раз оно сделает меня счастливым. Но, как сказал Эйнштейн, делать то же самое и ожидать других результатов – это безумие. Я делал это сотни раз и думал об этом сотни раз. Когда же я, наконец, сделал это, то всё оказалось совсем не так, как я ожидал. Это была всего лишь иллюзия ума. Это было моё желание, и я думал, что его исполнение сделает меня счастливым. Уму доверять нельзя. И самая большая проблема, которая у нас может возникнуть в связи с этим, это доверять уму, не находящемуся в сознании Кришны. Когда Он говорит нам, «Ты должен сделать это, и тогда станешь счастливым». Он просто играет на стороне наших привязанностей или привычек. Очень важно уметь отстраниться от ума и понять, «Это просто ум, это не я». Но часто мы этого не делаем. Ум говорит что-то, и мы считаем, что это и есть я. Мы не отличаем самого себя от своего ума. Почему так происходит? Разум покрыт иллюзией. Или же ум коварным образом убедил нас, что Он – это мы. Ваш ум будет говорить, «Ты должен поступить так-то и так-то». И если вы не понимаете, что это просто ум подталкивает вас к тому, чего на самом деле делать не стоит, вы будете думать, «Да, это то, что мне нужно сделать». Ведь ум украл вашу личность, и вы не можете отличить себя или свой разум от своего ума. Прабхупада говорил, что разум – ближайший сосед души. Итак, мы – это не наш ум, а разум стоит над умом. Поэтому разум может определить, полезна какая-то мысль или нет. Но если уму удается убедить нас, что мы и есть ум, то он может обойти наш разум и нашу способность отстраняться и объективно смотреть на мысли или эмоции. Недавно я слушал выступление одного человека, которое рассказывало Кришне, хотя он практикует буддизм. Он говорил о способности жить осознанно. Например, я в депрессии, но я осознаю, что я в депрессии. Я – это не депрессия. Я отличаюсь от депрессии. Я всегда в блаженстве. Я осознаю счастье. Я осознаю депрессию. Но я, то есть тот, кто это осознаёт, не имею никакого отношения ни к счастью, ни к депрессии. Мне понравилась эта мысль. Также можно сказать, я осознаю свои мысли, но не имею ничего общего с ними. Очевидно, что проблема в том, что мы не всегда воспринимаем окружающее с позиции «я это осознаю», а воспринимаем как «это я такой». Допустим, вы говорите «я злой». Нет, вы не злой. Вы чувствуете гнев. Но мы отождествляем себя с гневом. Я счастливый, я грустный, я взволнован, я напряжён. Вы, как душа, осознаёте напряжение, но вы не напряжённый. Вы вечная душа, исполненная знания и блаженством. Мы, разумеется, знаем, что пойманы в ловушку ложного эго. И когда мы говорим «я злой», то думаем, что это моё новое обличие. «Я» – это гнев. Но на самом деле это всего лишь ваши чувства. Иногда я шучу с преданными. Когда вы гневаетесь, просто скажите тому, на кого вы сердились. Знаешь, я сейчас испытываю сильный гнев, я чувствую гнев. Но не позволяйте себе проявлять этот гнев. Просто сделайте шаг назад. Конечно, это легче сказать, чем сделать, но надо же с чего-то начинать, правда? То же самое касается и мысли. Например, у вас есть какая-то мысль, и вы говорите себе «я пытаюсь быть преданным». И у меня есть эта мысль, не имеющая никакого отношения к сознанию Кришны. Это не имеет смысла. Почему у меня вообще возникла эта мысль? Откуда она взялась? Это нечестно. У меня не должно быть такой мысли. Но это справедливо, ведь вы создали такую обусловленность, которая порождает эти мысли. Поэтому у вас появилась эта мысль. И если вы хотите изменить свои мысли, вам нужно очищаться. Но пока что просто осознайте, эта мысль — это не вы. Это мысль из вашей прошлой жизни, в которой вы ценили определенные вещи. И теперь эти мысли выходят на первый план и говорят, «Почему бы тебе этим не заняться?» На это вам нужно просто ответить следующее. «Я делал это раньше. Сейчас я этого не делаю. Поэтому мне не нужна эта мысль». Итак, в этом весь смысл. К вам приходят мысли, но не отождествляйте себя с ними. Тогда вы сможете их просто отпустить. И последнее, о чём я хотел бы сказать. Это очень важно. Пожалуйста, будьте внимательны. Многие наши мысли проистекают из наших убеждений. Иногда мы пытаемся изменить свои мысли, и у нас это не получается, потому что наши убеждения генерируют эти мысли. Приведу пример. Допустим, я молодой человек. Я присоединился к ИСКОН и решил хранить целебат. Это непростая задача, потому что моё воспитание побуждает меня смотреть на женщин как на объект наслаждения. И у меня есть такое убеждение. Женщины — это объект наслаждения для мужчин. Я пытаюсь контролировать свой ум. Но пока у меня сохраняется это убеждение, оно будет генерировать мысли о том, как женщины красивы и привлекательны, и о том, что я должен наслаждаться ими. Именно это ум и начнёт генерировать. Ведь ум на грубом уровне транслирует лишь то, что у нас уже есть на тонком, то есть на уровне убеждений. Ченаки-пандит говорит, «На каждую женщину смотрите, как на мать». Если вы поменяете свои убеждения так, чтобы видеть в каждой женщине мать, то есть относиться к ним с уважением, вы станете смотреть на женщин с точки зрения служения, и не будете смотреть на них с желанием получить что-то от них. Тогда сами собой изменятся и ваши мысли. Не нужно работать над своими мыслями. Нужно работать над изменением своих убеждений, благодаря которым генерируются мысли. Если вы всё время думаете определённым образом, но не хотите больше так думать, то нужно копнуть глубже. Например, вы завидуете или критикуете, но на тонком уровне может происходить что-то другое. Возможно, потребность унижать людей вызвана вашей низкой самооценкой. Возможно, вы недовольны собой, не принимаете себя. Поэтому завидуете и испытываете желание унижать людей. Вам не так-то просто будет избавиться от завистливых мыслей. Нужно изменить свои убеждения относительно человека, которому вы завидуете. Начать уважать его, ценить, оказывать ему почтение. Тогда мысли, в которых есть зависть, уйдут сами. Ведь вы поймёте, «Я завидую, так как мне нравится то, что делает этот человек. Мне он на самом деле нравится, поэтому я завидую». И так вы начинаете менять своё мышление, свои мысли. В наших книгах есть множество аналогий, и мы становимся этими аналогиями. Если женщина-мать, то это аналогия, и она меняет мышление. Если женщина-объект чувственного наслаждения, это другая аналогия. Подумайте о своих аналогиях, подумайте о своих убеждениях. И тогда вы начнёте понимать, почему у вас такие мысли. Или посмотрите на свои мысли и спросите себя, во что нужно верить, какие нужно иметь фундаментальные убеждения, чтобы иметь такие мысли. Какие мысли я хочу развивать, и какие убеждения помогут создать эти мысли. Если мы попытаемся просто изменить свои мысли, не перестроив при этом коренным образом своё сознание, это будет иметь лишь временный эффект. Или нужно быть необычайно сильным человеком. Но в конце концов вы не сможете сохранить эти достижения, если не измените своё мышление. Сознание Кришны занимается именно этим. Оно переделывает наши убеждения и мировоззрения так, чтобы они соответствовали сознанию Кришны. Это были некоторые полезные идеи. Когда вы находитесь в процессе корректировки своих убеждений, у вас могут появляться шальные мысли. Осознайте, что они были сгенерированы прошлыми самскарами, прошлой обусловленностью и мировоззрением. И просто отпустите их. Вы не обязаны действовать на их основе. А если вы не действуете на их основе, то они уйдут. Мысли имеют определённую частоту. И если вы не уделяете им внимания, они покидают вас. Так что просто не уделяйте им внимания. Мы думаем, но мысль же пришла, надо обратить на неё внимание. Однако вы не обязаны обращать внимание на какую-то мысль только потому, что она есть. Ум говорит вам, что вы должны, но на самом деле это не так. Поэтому практикуйтесь. Пришла плохая, нежелательная мысль, просто не обращайте на неё внимания. Игнорируйте её. Вам она не нужна. Когда приходит нежелательная мысль, напоминайте себе. Мне не нужна эта мысль. Она не обязательно. Я не буду обращать на неё внимания. Если я не буду обращать на неё внимания, она уйдёт. Я буду уделять внимание тем мыслям, которые для меня желательны. Возможно, они не придут сами собой, но я буду приглашать такие мысли. Если они не приходят сами собой, вам необходимо их приглашать. Если они приходят сами собой, но они вам не нужны, то не уделяйте им внимания. Попробуйте, это вам поможет. В сознании Кришны очень важно научиться контролировать мысли, содержащие зависть, злобные мысли, критику, вожделение. Разве не так? И если мы умеем их контролировать, наш путь в сознании Кришны будет намного проще. И мы будем испытывать гораздо больше блаженства, удовлетворения и умиротворения. Кришны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова